Всем привет! С вами канал Артмания. Артмания. Вот тут у нас уже лет. И там еще что-то. Глазурь. Зачем глазурь нужна, Дим? Глазурь нужна. После Пасхи там были прям большие скидки. Вот эта стоила всего 30 рублей. А до Пасхи 50 рублей она стоила. Такая голубая глазурь. На Пасху нам очень понравилось печенье с голубой глазурью. Нашей, которую мы делали сами. Зайцы голубые. Помните, наверное? Вот. Я купила еще голубой глазури. Была розовая. Розовая. Оранжевый с апельсином вроде как. Кстати, вкус апельсина особо я не почувствовала. Одна оставалась у нас белая. И зеленая тоже почему-то одна. Ну, зеленая как-то так... Не знаю, как-то так зеленая. Зеленые были, по-моему, мы их потратили. Вот. Я хотела все это сложить сюда в коробочку. Не знаю, поместить. Мне кажется, не поместится. И также наше желе. Много-много желе здесь. А, вот даже кисель. А, кисель. Вот он спрятался. А я помню, что киселя много. Тихо. Это гораздо подешевле. Но здесь, по-моему, я смотрела по граммам. По граммам, по граммам. А, вот. 50 грамм. Здесь 50 грамм. А здесь меньше. А здесь 45. И получается, вот эта дешевле. Вот эта 50 стоит. А эта, по-моему, подешевле гораздо. Она из ленты. Попробуем ее. Ну, тут всякие я купила. Вишневые. Дима очень вишенку любит. Малиновые. И все. По-моему, больше особо нет таких. Вот. И кисели. Вот этот кисель рубль бунь, по-моему, я покупала. Он дешевый. Ну, кстати, вкусы не особо чувствуется. Ну, так вот. Просто кисель. Просто вот кисель. По-моему, вот этот вот я покупала. А мы еще покупали. Я, вижу, их убрала. Подороже немножечко. Они очень прям вкусные. У них такая. А у них, да. У них, кстати, бумажечка такая же, как у этих. Вот. И они прям, ну, подороже и вкуснее. Ну, и эти попьем. Иногда хочется просто вот заварить в стакан. Вот. И все. Я уже, кстати, говорила об этом неоднократно раз. Просто заварила в стакан. Потому что, когда готовишь много, их потом никто не пьет, выливаешь. А так приготовил, и все. Ну, дороже, наверное, выходит. Не знаю, да? Ну, да. Вообще-то дороже, наверное. Ну, посмотрим. Видно будет. Вот. Короче, вот такой у нас получился запас огромный. Огромный запас. Ну, тут я хочу просто какой-то приготовить кекс. Я узнала про какой-то творожный кекс. Ни разу не готовила такие. Хочу приготовить и сверху вот залить какой-нибудь, не знаю, может, оранжевой или розовой глазурью. А вот этот вот хочу для печенья оставить. Мне прям очень понравилось безумное печенье. Голубые зайцы. Ну, может быть, попробуем еще потом розовые зайцы, оранжевые зайцы, зеленые зайцы и белые зайцы. Посмотрите, какое у Димы богатство. Да, елочка стоит. Целая елочка из этих желе. Где-то они по 50 стоили. Бывала акция по 30. Я сразу несколько правила. Ну, блин, ну они настолько вкусные. Один пакет, конечно, получается очень мало всего лишь там. Ну, по полстаканчика, наверное. На два человека, по полстаканчика. Ну, это, конечно, очень мало. Вроде там так много порошка. Ну, он есть, как бы. Делать бы, конечно, сразу. Ну, короче, двум человеком, чтобы нормально покушать вот так вот желе, надо два пакетика. Это уже 100 рублей. Сделать самим я не знаю. Ну, желе и просто сок апельсиновый, что ли, наверное. Вот, смотри, какая здесь семья. Напишите, напишите рецепт, как можно сделать апельсиновое желе. Я очень люблю апельсины. Вернее, сок апельсиновый люблю очень. Да, ты пересчитал сколько их, Дима? Посчитаю, нет. Посчитаю, посчитаю. Посчитаю, посчитаю. Посчитал сколько их? Смотри, какая елка. Ага, длинная, ни у кого столько нету. Запасы, запасы, запасы. Такого запаса ни у кого нет. Да. Дима, какой богатый. Желе немерено, да? Посчитай, надо посчитать. Сейчас мы посчитаем сколько их. 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 13, 15, 15, 20, 30, 11, 13, 15. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Что ты как прям считаешь? А как ты вчера посчитал дом? Вчера Диму мы считали дом высокий. У него получилось 22 этажа. И у меня тоже 22 этажа. Причем я считала про себя. Не знаю, как так он посчитал. Непонятно. Сейчас я посчитаю. С зеленых их 19. С 19 их оказывается. А я думала их штук 50. Так разложено. А их 19. Одной прям не хватает. Видимо мы съели одну. А, да. Там была одна. Когда я их перебирала в прошлый раз. Короче, там одна была вот тут вот снизу открытая. И у меня прям рассыпалась. Они у нас лежали в шкафу сначала. Рассыпалась. Может, кстати, в шкафу что-нибудь и осталось. Ее пришлось быстренько съесть. Я сделала, кстати, ее с апельсинками. Мандаринками вернее. Диме не очень понравилось. Ну, короче, вот такие вот у нас запасики. Желе. Так. Ну, конечно, мы все это уже разложили. Так. Ну, конечно, мы все это разложили в коробочку. Он я сложила. А тут тем временем я делаю обзор. Обзор делаю на вот такой вот сыр. Сделала обзор. Обзор сделала на желе. Правда, это все выйдет. Не знаю, когда. И сыр кушаю с чипсами. Ням-ням. Как это вкусно. Бесподобно. Просто бесподобно. Как какое-то прям, знаете, отдельно находящееся блюдо. Просто бесподобно. Очень вкусно. Попробуйте. И сыр вкусный. Кстати, он очень дешевый. Всего стоит 86 рублей. Меньше 100 рублей даже. Здесь у нас 200 грамм. Кстати, еще есть рецепт. Вы можете все это увидеть на обзоре. Рецепт оставим. Рецепты, по-моему, не повторяются. Ну, не знаю. Наверное, будет у меня время. Я схожу вместе с вами в Перекресток. Он там продается. И можно там, наверное, посмотреть. Хотя, честно говоря, он выглядит вот так. Не знаю. Не особо видно. Чуть-чуть можно выдвинуть вот так. Кстати, там я замечаю некоторые коробочки вот так выдвинуты. Видимо. А, ну вот видно. Люди, видимо, смотрели, искали новый рецепт. Ну, было бы лучше, конечно, если бы это писалось все здесь. Какой рецепт. Наверное, вот помидоры. А, подождите. Или вот тут вот что-то написано. В маленьком шрифте там что-то написано. Сейчас почитаю. Вариант сервировки. А, господи. Вариант сервировки. Ну, вот стоишь в магазине. И вот человек вот это вот все увидит. Даже камера не сразу увидела. Такой маленький шрифт. Терпеть не могу. Короче, вот так. Димочка у нас спит. А я сейчас пойду монтировать.